Информатика подает один и предмет, где одно и какое задание отремливает все у денег и незадлежно от взрослого. В этом году самый молодший у денег учится только в шестом классе, а Лена Ровнец поборничает с выпускниками средних школ. Ильшая справа, что назвать Дмитрия, не в опытном нигде. В областном этапе он принимает дело уже в третий раз. При этом хлопчик докладно ведает, в будущем он обоевского станет специалистом в сфере IT-технологий. Наверное, в 10-11 классе в лицей поступить, а потом уже в какой-нибудь университет. Или в Скорину, или в Сухово, может быть в Багуиро. Сейчас это актуальная тема, и здесь за нее довольно много платят. На выполнение задания по программированию отводится 5 годин. Крестание сотовыми телефонами в этой части категорично заборонено. По словам членов журы, сучасные школьники могут отремать в простомобильнике любую информацию с дозволенного солодкой вода, сукерки и шоколада. Лечится, что такая ежа в неведьми корыстная у инший час, да помогая активизовать интеллектуальные ресурсы. Хоть в угле, в опадковых людей, на этих споборницах нема, в школьной программе практикование по программированию продолжается только из 6-го класса. Каб соправдать досягнуть пыльных вынеков, необходимо заниматься додатковой эшмат. Головное, уластное ожидание и наявность наставника ответной квалификации, что особливо проблемно для сельской местовости. С 3-го класса мы с учительницей решили заниматься, начать. То, что на Олимпиаде изучают, в школе не изучают. Только частично и мало чего. У одружения информатики задания на споборницах по инших школьных предметах задержат от взрослых школьников. Для 9-х классов больше просто, для выпускников средних школ значно больше складанное. Хоть без наявности поглубленных ведов не обойстись никому. Невядомые увядомым загадину будущим биологам необходимо рассказать все об этой рослине, а так само доведаться, что находится у этой пробирцы. По секрету, скажем, это банан. Сирот основных задач споборницам – повышение текалости вушнив до обучаемых предметов, развитие их творческих сдольностей и реализация идеи беспрепытной эдукации шляхом подрехтовки молоди для протягу ее научания УВНУ. А прочатого предметная Олимпиада, я шею макшимусь профориентационной работы. Мат, кто со школьником, невельми уявляя усе особливости будущей профессии, макшима некто за часом зменить свои планы, але зараз во всех однам это. Перемахчи и трамать путевку у финала. Деля гэтага кажуть додатковой занималися, кап сирот лепших стать самыми лепшими. С помощью качественных реакций я определяю, что это за вещество. Работа несложная, так как мы в школе такое часто делаем. Достаточно просто одно вещество, например, смешать со всеми, посмотреть, что получится, и получается узнаешь вещество. Выники об основной этапы предметной Олимпиады будут подведены у пятницу 12-го студения. Алексей Тюров, Валерий Капанько, телерадо-компания «Гомит».